с доброго времени суток друзья здравствуйте сегодня продолжаем тему лекарственных растений и перед вами вот такое красивое растение которое называется мордовник вот такие шишечки синенькие прошлом видео мы с вами разбирали татарник это разновидность тоже этих колючек мордовник это такая колючка вот перед вами и так по порядку лекарственные значит лечебные свойства противопоказания и в конце немного рецептов совсем немного и немного истории мордовник встречается практически везде колючка такая практически везде но и не везде значит и бывает разновидность 120 но в наших регионах растет только два вида то есть извините три вида это значит мордовник обыкновенный широколистный такой значит мордовник широколистный и мордовник шароголовый вот перед вами шароголовый головки такие шарообразные ну и встречается он во всей южной европе северной африке ближний восток в средней азии в общем во всех этих южных средней азии южных странах у нас на кавказе юг и центральной части россии даже можно встретить и западной сибири так что по порядку мы сейчас с вами будем разбирать она широко применяется и в традиционной и в официальной медицине из него изготавливать даже некоторые препараты по порядку мы сейчас это разберем цветет как всегда июль августе плоды семена собирается в сентябре сейчас я вам покажу поближе такая красота и вот как он на поле растет в лугах вот он очень сильно на колючку он распространяется семенами очень хорошо на просто иногда он может выверзнуть он собирают вот эти вот семечки чтобы было сухой вот пожалуйста сбор срезают сухими потом уже эти семенами разбирают изготавливать всевозможные масла и в общем всякие порошок изготавливают из него а потом уже применяют при том или ином заболевание и так химический состав этого рода растения здесь находится как вот я просто сравниваю в татарнике практически одинаково но этот немножечко послабее и он менее такое не значит не совсем ядовитый как был тот татарник находятся такие как значит химический состав находится алкалоид эхинопсин вот из этого эхинопсины изготавливают препарат позже я вам расскажу флавоноида аскорбинка сапонина рутин значит и витамины даже здесь находится рутин аскорбинка дубильные вещества жирные масла кумарины друзья а потому что масла вот из семян значит там маслом далее значит дальше я вам скажу про этот эхинопсин особой целью считается эхинопсин который из которой производится препарат под названием эхинопсина нитрат значит источником этой вещества является семена вот этого мордоника из этого семена изготавливают вот этот препарат который называется эхинопсин попозже значит разберем для чего применяется лечебные свойства полезные свойства растения определяется с химическим вот этим составом который нас эхинопсин который находится на человека токси токсичным алкалоидом его действия подобно секуренину стрихинину но такие названия особо не нужно вам запоминать но факт то что и применяется в традиционной медицине однако он обладает начну я вам говорю меньше токсичностью и он стимулирует центральную нервную систему вот для чего он необходим значит благодаря химическому составу растение используется для лечения и профилактика различных заболеваний значит лечебные вещества получаются преимущество из семян но также используются цветочки и из в качестве лечебного средства используются отвары настойки мордовника используются для лечения центральной нервной системы как я уже сказал выше рассеянного склероза головных болей паралича миостении последствия инсульта скачком артериального давления воспаления суставов радикулита эпилепсии полиэмилита и даже последствия радиоактивного облучения патологии сердца экземы гной всевозможных ран артрофия мышц нарушение даже слуха заболевания же кота желудочно-кишечного тракта воспаление дроничного нервы заболевания связан с воспалительными процессами то есть в основном он применяется как вы слышали для воспалительных таких вот процессов снимает значит воспаление народной медицине экстракт используется в качестве мочегонного средства нужно сказала головной боли то и так далее и также он применяется еще в косметологических целей при уходе за жирными и слабыми волосами с которыми случается такими применяет отвары то есть изготовить отвары и ополаскивают волосы естественно отвары настаиваются но все прежде чем все это применять я еще раз повторяю вы консультирует с лечащим доктором потому что уже соблюдая все возможные дозировку а то можете нанести вред своему здоровью значит побочные действия здесь есть обычные действия и немало сразу скажу детям до 16 лет видите какая трава до 16 лет не рекомендуют применять беременным хроническая гипертензия бронхиальная астма сахарный диабет значит у кого свяжется с поражением печени терророз и естественно аллергическая реакция и не я сказала детям до 16 лет и еще не рекомендую тем кому уже более 60 лет вот почему-то у этого растения вот возрастные категории соблюдать нужно в качестве побочных действий начата может повышаться если вдруг вы у вас произойдет такое значит может что быть повышение артериального давления заболевания значит выносится головы может быть судороги и нарушение рефриктурной деятельности и сейчас я вам дам несколько рецептов народной медицины и фарматологических препаратов значит при я вам сейчас дам такой рецепт при рассеянном склерозе нужно делать настойка на водке пропорция 1 столовая ложка семян на 0,5 литра водки настаивается 15 дней раз в несколько дней но стряхивается прием осуществляется по схеме в первый день применяется три капли три раза в день до еды капли разводится 1 4 стакана воды каждый день доза увеличится на одну каплю после того количество капель достигает 15 прием существуется в обратном порядке ну естественно в общем 20 дней прием естественно нужно осуществлять очень строгую дозировку и консультацию лечащего доктора потому что он наставится на спирту так придирадикулиты тоже на спирту значит придирадикулиты остеохондрозе боли в суставах 200 миллилитров медицинского спирта положить значит 1 столовую ложку семян наставать наставить в прохладном месте 20 дней его можно использовать как массажный крем то есть втирать можно и очень полезно будет значит длительность этого курса 10 дней также это настолько можно из этой из этой настойки уже компрессы для поясницы кого болит значит спина поясница суставы ну еще вот тут много друзья тут очень много рецептов поэтому вы вы зайдите в сеть интернет посмотрите для кого что вам необходимо и запишите изготовить значит я вам расскажу вот про этот препарат хочу рассказать эпипсин в виде раствора и применяется даже внутрь в виде инъекции раствора виде раствора для инъекции для приема внутрь это препарат стимулирует деятельность спидного мозга усиливая рефлекторную активность что приводит повышение двигательной активности и усиление мышечного тонуса очень видите ведь на основе вот этой травы которая называется мордовника изготавливают вот такую замечательную препарат который называется эхинопсин может быть кто-то и встречал кого проблемы вот эти вот с проблемой спинного мозга что даже потом люди приди в двигательной активности то есть для сустав если бы сделать его на спирту на стоечку это будет просто замечательное для ваших суставов облегчение для ваших суставов мордовника как вы видите и как мордовник и татарник он хочет хорошо нектар для пчел и получается мед мед очень приятным этот мед тоже по будет помогать для центральной нервной системы для тоже заболеваниям для профилактики суставы так далее вот этот мед там где находится пасека значит вот с этой вот травой и будет очень полезный мед так что друзья я вас ознакомила с такой травой как мордовник а вы посмотрите то есть я доношу до вас информацию а вы посмотрите в сеть интернета и что вам полезно для вашего организма и подходит или вам оно не нужно может быть и кому-то она не нужно но я донесла информацию а вы думаете надо налево потому что сейчас сейчас будет сбор лекарственных растений начиная с мая месяца и так далее и собираем друзья не ленимся идем в леса луга и так далее поля и собираем растения которые необходимы вам лишнего мне нужно то что вы применяли когда-то в свое время поэтому друзья будьте здоровы берегите себя никто вам не поможет как вы 7 с себя сами слушайте свое же здоровье будьте здоровы берегите себя до новых встреч пока пока